Я верю в то, что они от Бога. Я хочу представить евангелиста. И, вы знаете, дар евангелиста – это хороший дар, благословенный дар. Дар хорошего евангелиста – не принадлежать какой-то одной поместной церкви. Евангелисты – они вот такие. То есть, сегодня он здесь, завтра он где-нибудь в Гваналупа, да, проповедует уже, послезавтра он уже в Индии. Я провозглашаю. И я могу так сказать, что хороший евангелист, он не принадлежит поместной церкви. Ну, минимально он может принадлежать какой-нибудь большой конгреганции. Но максимально это всегда часть Вселенской Церкви. Это дар Вселенской Церкви. Вот, например, ну, можем ли мы сказать, что евангелист Рейнхард Бонке принадлежал только одной церкви? Да нет, конечно. Мы все его, ну, я так скажу точнее, истинные верующие, они ее считают. Ну, это наш брат, это наш брат. Ну, кто-то из протестантов, кто-то из евангелистов, кто-то из методистов, кто-то из баптистов. И все считают его своим евангелистом. Но он принадлежит Вселенной Церкви, Вселенской Церкви. За это, слава Богу, что есть такие евангелисты. И сегодня у нас короткое слово будет говорить евангелисты, в том числе и нашей Церкви. Да, мы всегда предоставляем ему самого лучшего переводчика. Потому что евангелисты всегда нелегко переводить, они огненные. Давайте поприветствуем Олег Григорьевич Пермяков. Поздравим, Олег Григорьевич. Спасибо. Ты огненная? С днем рождения тебе. С днем рождения? Спасибо, да. С днем рождения? С днем рождения. Да. Рейхард Бонки огненный. Рейхард Бонки был огнен. Очень. Много. Я вчера свидетельство слушал одного человека. И вчера слушал свидетельство на один человек. Короче, он умер. Той пучином. И попал на небо. И попадал на небеса. И шел в рай. И утипал в рай. И стоял на упашка там. Стоял в очереди. И моя очередь шла вправо. И у пашка там утипал на деревство. Една обща опашка, която върли. И после ангелите ги разделят надясно и наляво. И я, говорит, шел направо. И той казва, че аз вървях надясно. И много се притеснявах. И всички много се вълнуваха там. И в крайна смеха той се погледна, видя бели дрехи. Я успокоил се и ангел сказал, ти си надясно. А Исус го върнал обратно. И той каза, не си си завършил работата. Отивай да разказваш на света това, което ти показах. Имам 15 минути и искам да кажа, че лявата опашка, която не била за рая, той казва, че взаимоотношението е била около 1000 човека на 3-4 човека. Много се широкие путеше, които уводят към гибел. И узкий путь, и узкие врата, ведущие в жизнь вечна. И врата, които уводят към вечне живот. 3-4 на 1000 човек. 3-4 на 1000 човек. Даже не стану говорить, что в аду. И даже не могу да се представи, како е в ада. Периодически, что я делаю, евангелист питается адом. Время на время поглядните, какво прави. Я не знаю, почему, но информацией о баде питается тот, кто хочет сказать людям, чтобы они туда не шли. И чем больше ты об этом знаешь, тем больше усилий хочется приложить, чтобы хоть кто-нибудь туда не попадет. Я не буду делать вступление, я просто скажу, что написано, и просто написано, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелието. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден. Все, точка, иди и рассказывай. И не твоя работа беспокоится по поводу результатов. Ты должен просто быть сильным. И пастор сказал, что вот есть евангелисты, есть пастора. Я слышал, один пастор сказал, хорошо, этим мы евангелистам. Выучил один раз один текст. А тут каждую неделю мучаешься над проповедью. Не всякая средняя самая, чем над проповедитей. Йонгичо это сказал. Йонгичо это сказал. Да, я с ним согласен. Я сам согласен с него. Я каждый четверг, одно и то же. Всякий четверг проповедует одно и то же. Одно и то же. Уже стыдно иногда. Я все это окрашиваю. Я приукраслял вам всякие вот такие. Но смысл один. Собачий смысл — един и то же. Бог сказал, я даю вам самое грандиозное задание. Не хубаво, а грандиозное. Най-величественное. Грандиозное. Неимоверно важное. Много важно. Защото хиляди отиват наляво, пак трима четверо на дясно. И я си давам задача да измъкнете, да откъснете тези хора от тази хиляда. И возниква мисъл, че за да го направим, ние трябва да сме някакви особенни. Трябва да соответствуем на тази грандиозна задача. Трябва да быть семи пядей во лбу, каким-то умным, смелым, храбрым, горячим, в огне, в духе, и така нататък. Но Иисус сказал не. Вы придите такие, какими есть. И принесите то, что у вас есть. Я знаю, как у вас мало. Я знаю, как у вас мало. Я знаю каждого из вас. Вы просто сделайте малость, самую малость. Пять хребов и две рыбки. И я из них сделаю много. Вы дайте пищу этим людям. Как вы можете? Вот просто как вы можете. Вот если ты бабушка, дай как бабушка. Если ты пацан, 18-летие. Расскажи как пацан. Просто будь собой и расскажай. А я уже умножу. Пока ще преумножавам. У нас есть Библия. Диане и апостоли. Мы читаем, что сделал Павел. За много краток период от времени. Той тръгнул при язычнице. И за несколько месяцев или години огромная территория была покрыта христианами. Как он это сделал? Как го и направил? Он сказал своему ученику. То я казал на ученика си. Все, что ты слышал, което чуваш, което казвам при мнозина свидетели, передай верным людям, които са способны да научат други хора. Передай верным людям, които са способны да научат другите. И това е тайната. В това е секрет. Моя задача е сега да се захваните за тази тайна. Всичко, което чувате, го передайте на верни хора, които са способны да научат другите хора. Два ма човека получават задача. да отидат на село в 16 тысяч населения, клеято 16 тысяч населения живет и всех оповестит. На каждого человека дается там 15 минут. И один пошел. И за всех сил начал бегать, рассказывать людям с двора в двор, каждому, каждому. У него ушло на это, без сна, без отдыха, без перерывов 1250 дней. 1250 дней. Он рассказал в половине поселка за 15 минут Евангелието. А второй пошел, рассказал трем. Начал в 8 утра. Рассказал трем. И большую часть зрения посвятил тому, чтобы сказать, а теперь иди, перескажи трем. И каждый пошел трем, рассказал. И те тръгнали, рассказали на други трима. В 8 они начали. В 8 он первым троим рассказал. В 8, 15, первые три уже знали. Как вы думаете, во сколько он закончил? И в колко он свершил? Через сколько суток? Дни, месяцы. Как думаешь? А? В этот же день. Но в какое время тогда? В колко часа. В 10 часов все было завершено. В 9 вечера течку было приключило. Потому что 3, пошли по 3, 9, пошли по 3, 27, пошли по 3, 8, 81, пошли по 3, 243 и така нататък. В этом секрет. И если человек при казании Иисуса Христа, то на следующий месяц на этом собрании будет сидеть 50 человек. На следующий месяц тук ще имаме 50 души. А в апреле будет уже сколько? 200, если все по одному. А в мае будет уже 400. То, что слышал от меня, передай верным людям, способным научить другим. Чему учить? На Евангелие. И кое не знает, что Иисус за нас умрел на кресте, что он специально пришел, чтобы спаси людей, за что тот толковый возлюбил Господь святой, что сын на свое восправе умирает, за твои грехи, за твои преступления, за все твое гадость и мерзость, что ты совершил, и за что ты должен быть наказан. На вечно погибель отправлен. И ако сега, узнав об этом, задумаешь за своей жизнью, и се замислишь за свое живот, можешь не само да се спасиш, но и да получишь награда. Твоя жизнь изменится. Вот как моя. Вот ты у меня ребенок, понимаешь, маленький. Имах малко детей. Раньше я бы с ума сошла бы, говоришь ты. И срекла он заболел. А сейчас у меня есть внутри сила. Потому что я могу помолиться. За что-то мога да се помоля. И Господь исцелит моего сына. И Саша рассказывает свою историю про Павел, которую мы сегодня слышим. Понимаете? А я рассказываю другую историю. Пока с рассказываем другую историю. Мою. А как и свою. В этом и есть свидетельство. Вовтовая свидетельство то. Смотрите. Я правда вот в церквях вижу ситуации. Мы вчера разговаривали постарат. В церкви си говорихме с пасторите. В церкви си имаме служение за деца. Группа на прославление. Есть много различных служений. Много различных служений. Значит, в обязательном порядке. И в задължителе наред трябва да имам служението за евангелисти. Кто из вас прямо сейчас, не задумываясь, поднимет руку и скажет. Я имею наклонность к евангелизации. Мне не трудно разговаривать с людьми. У меня говорит о том, что я хочу рассказывать людям. Помоги мне, как ты поможешь. Помоги, как это делать, и я буду. Кто-нибудь может поднять руку? Как до гуправе? Ищи гуправе. Смотри. Но я знаю, что есть. Я знаю, что есть. Я знаю, что есть. Я знаю, что есть. Кто руку не поднимет, из-бедого, как и на микрофон. Кое-то не си вдигни раката, а ще хворили микрофона в него. Смотрите. Смотрите, что. Мы сегодня... Вот я вчера рассказывал, что вчера... Лег почитать. Че вчера си легнах да почитал. Подошел к книжной полке, но что же не почитал? Нашел дуравто с книги. Намерих една книжчица стара. На Йонгичо книжки. Умножавай энергию своей веры. Что такое? Умножавай энергията на вярата си. Написано в 2006 году. Пишет 2006 Гудино. Открываю, читаю. Читаю. Наша церковь... Наша церковь... Но вы, наверное, знаете, что там под миллион людей, да? Сигурно знаете, чьим около миллион хора. Наша церковь интенсивно использует интернет для евангелизации всего мира. В 2006 году! В 2006 году! В 2006 году! В 2015 году! В 2015 году! В 2015 году! И возникла вопрос, какова сила, какая хора, да? В воскресенье, значит, в село церковь там этого Йонгичо приходить, занимать очередь, стоять под дождем, под снегом, чтобы попасть в хорошее место в церковь, которое получает 35 тысяч мест. Която има 35 тысяч места. Да еще две часовни по 10-14 тысяч мест. И още две малки церквички по хиляда места. Чтобы в 10-12, 14-16, 18 люди туда попали. За да попаднат хората там в 10-12 или 15 часа. Так много. Къде се взимат тези хора там? Просто много. Много хора. В церкви. В церкви. Евангелиско служение. Някога се молих и Бог ми каза, че церквите има много малко евангелиски дух. Духа на евангелизацията. Пок там трябва да има този дух. И скоро идва времето на много силно пробуждане. И ние трябва да имаме този дух на евангелизация. Специална служба за хора, които имат желание. И това служение може да бъде организовано по този начин. Както го виждам аз, например. Группа прославления сколько раз собирается? Группа-то на прославление «Колку по Чисту Сибиро». За неделю. Один раз? Да. Перед служением? Да. А репетиции? Перед служением. Перед служением? За сколько времени? За час. За час. Ну, они крутые. Это почти что Битлз. Их достаточно одного часа, чтобы песни написать. На прославление ты им стигаешь один час. Но какое-то время они выделяют один час. Да, выделят один час на седьмец. Представьте себе, что вы в четверг. Представьте себе, что четверг. В четверг. Все. Всички темы. Мы все договариваемся, что каждое четверг. Че всеки четверг. Или среда, или друг день. В 20 часов времени вечером, когда все с работой приходят. В 8 вечерта, когато се прибирате от работа. В Инстаграме. В Инстаграме или Zoom, или където ви е удобно. Где? В прямом эфире, короче. В прямом эфире. В онлайн. Вот этот вот человек. Този человек. Для нас будет свидетельство. И он будет рассказывать свое свидетельство. И он будет рассказывать о том, как он пришел к Христос, и какво Христос е направил в него живот. И то ще говори на хората, за да спасат. Это займет 45 минут. То ще покажет краткие видео с вашими свидетельствами. С историей, как сегодня Саша. С история, която рассказал Саша, например, днес. Или някой сказал, как он долгиян дал Божье помощь. Как он призпевать начал. Как он замуж. Как он вышел. Как женился. Или как си оженил. Как исцелился. Или как си исцелил. Как воскрес из мертвого. Или как и воскреснул от мертвец и всякие силы свое свидетельство. Кусков. И это человек, рассказывая, продвигает одну единственную вещь. Он рассказывает о спасении. Рассказывает о спасении. Иисус Христос, това, което очакват хората. И я с убедил, че хората наистина очакат. И потом он говорит. Это все для нас. Всичко това е за нас, за варнии. Это для тех, кто живет в варнии. В окрестностях. Потому что вы сумеете в воскресенье попасть. Туда, где вам подробно все расскажут. И продвигает служение воскресное. Препоручиваете служението, неделното служение. Представьте. И представите си. У вас есть неспасенные друзья. И вы не знаете, как не подкрасны. Что тебя заинтересува. Този човек не скажет за чудеса в неговия живот. И човек садится дома за компютер. И човек сяда в къщи зад компютера и гледа. И одни скажут. Ну, не знаю. И одни ще кажут. Ами, не знам, може би. Я хочу, я хочу. Я хочу, куда идти. Он вам перезвонит. И вы ему скажете, куда прикинь, и скажете, что вы за ним заедете. А еще лучше вы пригласите на чай человека. Най-добре, можете го поканите за чай. И поставите в это время и включите эту трансляцию. И если от каждого из нас раз в неделю будет только один человек в городе Варна, который слушает это свидетельство, то возникает группа людей, которые готовы в воскресенье оказаться здесь в 11 часов. Чтобы вот этот отряд был для гостей. Представьте, каждую неделю сидит 7 человек новых людей. Да служат на нови хора и да имат тук, примерно, 7 новых человек. Которым надо потом рассказать, чтобы они могли рассказать другим, передать другим то, че мы здесь научим. Это очень важно служение. Това е много важно служение. Так напълняется церковь. Така се напълва церквата. Так начинается новая жизнь. Така се започва новия живот. И така намалява опачката, която води наляво в ада. Каждая спасенная душа. Человек, которому ты позвонил, сказал, Слушай, я тебе сейчас сунду, просто зайди, посмотри. И в результате он получил спасение. И в результате он получал спасение. Напротив вашей фамилии. И зная, где в бухгалтерии, там все записывают. Если мысли записывают, то действия тем более. Это действия записывают на нас в плюс. Это работа для Иисуса Христа. Ты исповедовал Иисуса перед Господом. И Иисус перед Отцом будет исповедовать тебя. И Христос ще исповедва тебе пред Своя Отец. Той ти поставя плюс. Това е като тухла за Твоя дом, за Твоя награда. Это будет величайша радост внутри тебя. Това ще е велико щастие и радост вътре в теб, когато просто си съобадил, просто си му пратил линк. Обаче в нашата система на служение, ние си имаме система, която напълва церквата. Мы не ведем сюда людей, потому что они могут не въехать, не поняти сразу. Почему? Защото те няма как да разберут от първия път. Защо? Им надо родиться свише, за да получават духовна храна. Те не са готови да получават тази храна, която се раздават тук неверващите. Им даже не словесное молоко надо, им на них просто дуть надо. Даже не са готови още за мляко, трябва просто да подухваме. Иначе ще имат разстройство, защото няма да усвоят тази храна. И когато ги водим тук, знаеки това, искаме да поканим хора за страхни, че те няма да разберат нищо, няма да им хареса, няма да разберат. И на вас няма да ви е приятно. И за това следващия път вече ните викат. Викаме хора, когато вече има огън, има движение. Някой разбира ли за какво говоря? Така се започват промените. И съм свидетел на това, че когато през много години няма ръст, няма движение, и всичко стои, има един застой, и малко по малко, както при всички. Аз имам церкова в Севастопол, аз имам церкова в Севастопол, и не само. И те кажат, имаме 250 души, имаме невероятна церкова с хубава сграда, имаме 250, всички са учени, обути, красиви, с скули. имаме невероятна церкова, 250 человек. А сколько населения в городе? По какво население то? Един миллион. 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 А сколько еще в церкви? 26. 26. Наша самая крутая. В общей сложности 500, ну до 1000 верующих. Миллион населения в городе. Пок миллион населения в городе. Мы сидим внутри себя, друг дружку ласкаем. Не стоим только заедно и се ласкаем един друг. А Иисус сказал, идите и научите всички народи. Христия их во имя Иисуса, в имя Отца, Сына и Святого Духа. В имято на Иисус. Амин. Итак, итог подвожу. И така, като извод. Первое. План в целом. План като цяло. Евангелиционно служение в церкви. Евангелиционно служение в церкви, което трябва да се създаде. Виднъж всеедмично трябва да се поповедва Евангелие онлайн. И целта е да доведат хората до покаяния, за да се покаят и да дойдат на церква. Третье. Да готвим евангелисти. Спикери. Да създадем конспект и да работим с него. Да записваме видеа и свидетелства как работи Бог в живота на вярващи. Във всички сфери. И да показваме тези видеа онлайн. Самое важное. Подготовить таку небольшую. Одного, два, три, четыре человека евангелистов, которые понимают принцип умножения. Не много хора, примерно двама, трима евангелисти, които да разбират как работи системата на преумножение. Да можно делать онлайн. И да правим различни семинари. Можно да са онлайн. Има неща, които уж знаем и чуваме, но как бы это проходит мимо нас, мимо нашето сознание. И няколко пъти вече казах, че пише, да извикаш към мен. И аз ще ти отговоря. И ще покажа великото и недостъпното, това, което не знаете. Великото и недостъпното, това, което не знаете. И ако извика ми към Господ, той ще ни покажа. И той вече ни показва. Той казва, чуй ме. Аз съм Господ на преумножаването. И във всяко едно зерно има сила, което поражда пшено, пшеница, клос, клос. В колосе. Да, в колосе има 30 зерен. Правильно ли говори? 25, 20, 30 зерен. И снова, и снова умножават. Все преумножават. Иисус ломал 5 кг. Иисус причупал 5 кг. 12 объединенных кусков собрали тут же. Бог, Он все умножает. Господь преумножава птичку. И на всякое ли. Тот, кто, тот, кто этого не понимает, будет всю жизнь прибавлять, питаясь плохо. Храняя киселошу. Я его долго не понимал. Вот я сейчас... Я буду нарисовать график. Аку нарисуем один график. В моем бизнесе точно так. Вот если нарисовать график, это деньги. А это время. Год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять лет я работал в бизнесе, не понимая два тренинга. И мой доход болтался в районе тысячи долларов. И наконец произошло нечто, если я пришел в Богу. Представьте си, десять години дълга расте, пък това си поклаща така. Хиляда, хиляда и петстотен, две хиляди. И наступил момент, и изведнъж настъпва момент, когато това нещо отива нагоре и там се остана. Защото не беше прибавление, не беше умножение. Този, който идва при Господ, преуспява във всичко, пък ние трябва да направим одно лестное нещо. Выполнить поручение Иисуса Христа, которое сказал, идите и расскажите. Аминь. Слава Богу. Слава на Господь. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...